Всем привет! Говорит и показывает Гитфан. Друзья, на прошлой неделе на моем канале вышло несколько стрим-трансляций, в которых я поговорил про тяжелые и про легкие крейсера США. Про разницу, про отличительные черты, про то, как лучше качать, в общем-то, про все то, что могло бы быть вам интересно, если вы в 2020 году решите прокачать американские крейсера. Но если у вас нет много времени на стрим-трансляции, то я предлагаю ознакомиться с короткой версией. Сегодня, к примеру, мы поговорим про то, как корабли до восьмого уровня мне нравятся, почему они мне нравятся, почему я считаю их вполне себе увлекательными кораблями и возможными для прокачки, но при этом и не рекомендую этого делать, потому что они являются выбором только сильных духом. Но прежде чем перейти к интересному, я прошу вас поражать лайк, активировать колокольчик, подписаться, ну и, конечно, если вы можете, напишите еще и комментарий, это тоже мне поможет. А теперь, коротко, суть без лишней воды. Друзья, эта маленькая подведка до восьмого уровня мне интересна хотя бы потому, что она не играет в тактику закликай все до чего, дотянешься. Она в своей тактике куда более интересна и из-за этого разнообразит, в принципе, геймплей World of Warships. Тактику я называю «Как ударил-убежал». Складывается она из нескольких параметров. Во-первых, у тяжелых крейсеров США неплохая маскировка, не самая лучшая, но достаточно для того, чтобы, если мы подошли на дистанцию своего света, дать такой мощный урон, что у противника просто потемнеет в глазах. Эта маскировка используется, кстати, не только как защита. Ну, тут понятно, как она используется в защиту. То есть мы не светимся, а значит передвигаемся по полю боя, как нам угодно, но и в атаке. Потому что пока мы не светимся, велик шанс того, что противник нам подвернется. И вот этот момент, когда он подставился, мы этим моментом воспользуемся и дадим такой мощный урон, что станет, в общем-то, все на свои места и станет хорошо нам. То есть все то время, пока мы не стреляли, мы слегка компенсируем одним правильным залпом. Главное попасть в цитадель. Ну и в цитадель мы, конечно, будем стрелять бронебойными снарядами. Тут есть парочка нюансов. Эта артиллерия совершенно не вызывает какого-то восторга, если говорить про скорострельность. Именно поэтому она не играет фугаса-заплевывателя. Но, на мой взгляд, я, по крайней мере, не играю и вам не рекомендую. Тут нет каких-то сверхмощных фугасов, опять же, поэтому мы не даем супермощный урон в такой тактике. И, опять же, я не рекомендую вам пытаться кого-то закликивать. Урон, конечно, какой-нибудь будет, но далеко не самый крутой, который может выдать крейсер седьмого уровня, или шестого, или восьмого, в зависимости от того, на каком корабле вы будете играть. Но при этом тут есть мощные бронебойные снаряды. И, опять же говорю, если вы выбиваете цитадель, то у противника становится все очень грустно. Также тут у этих снарядов бронебойных есть вполне себе приятные рикошетные углы, которые позволяют вам даже в ромб линкору зачастую давать пробитие и наносить урон. Если говорить проще, то 203-мм снаряды наших конкурентов, если говорить про охоту за крейсерами, уже в ромб будут отскакивать и не наносить урона совсем. У американцев все проще. То есть они могут дать первый залп, допустим, в борт, если вы подкрались к противнику, а потом противник начинает от вас отворачивать, ставит ромб и все равно получает от вас урон. Так или иначе, получается, что хп мы выбиваем существенно. Еще одна приятная роль у этого корабля в том, что он не схлопывается от первого же залпа, опущенного в его сторону. Ну, конечно, опять же говорю, не только у этого корабля, но и у подветочки в целом. Тут есть живучесть, может быть, и не на каждом уровне самая топовая, но достаточно для того, чтобы парочку раз, получив по лицу, мы все равно сохранили возможность это хп разменивать. И также есть бронирование, которое позволяет нам линкоры, допустим, зачастую либо рикошетить, потому что тут есть какая-никакая бронирование, ну, а также отправлять снаряды в сквозняки, потому что цитадель тут хоть и большая, но большая часть, как вы видите, скрыта под водой, поэтому поймать орляшу или другие тяжи получается и нанести им существенный урон, только если они реально нагреют и подставляют борт. Если говорить про другие характеристики, то я должен отметить, что тут есть еще неплохое ПВО, которое позволяет вам защищать ордер, что неплохо. Есть вполне себе неплохая маневренность, за счет чего вы долго не будете подставляться, если вот будете давать тот самый залп, увидите, что по вам на вас обратили, вас пытаются уничтожить, вы даете циркуляцию и зачастую вы успеваете убежать еще до момента, пока по вам нанесут критический урон. Ну а дальше, опять же, вспоминаем про маскировку. Также, если говорить про раскачку, то вот это вот, друзья, вот минимальный билд, в котором Орлеан играет и уже играется неплохо. Тут самое главное, друзья, это, наверное, арт-тревога, который помогает новичкам. Тут главное взрывать техник, потому что рано или поздно вам встречается носоход, которому в борта не пройти и приходится его выжигать и стрелять именно фугасами. И, конечно же, маскировка, потому что без маскировки реализовать крейсер на 100% именно в его профильную тактику не получается. Ну а если говорить про максимальный билд, то, друзья, дальше целимся в сторону бдительности, потому что начиная с 8 уровня появляется RLS. Это тот расходник, который позволяет американцам быть существенной угрозой для эсминцев. Ну а за бдительностью откинуться на торпеде будет очень и очень сложно. Ну и также прицельтесь в суперинтендант, потому что после 9 уровня тут появляется хилочка, как и на многих крейсерах, за счет чего жить на большой дистанции становится еще проще и интересней. Ну и, конечно же, базовая огневая подготовка, потому что ПВО у нас хорошее, и не раскачивать его совсем смысла нет. В билде тут уже выбирайте, что вам по душе, но я ставлю, опять же, на тактику ударил-убежал, поэтому рули и, конечно же, на точность, потому что нам необходим тот единственный залп, который мы даем из инвиза, дать максимально точно и выбить максимальную цифру хп из противника. Ну а теперь давайте перейдем к сражению, где вы поймете, почему же эта тактика, с одной стороны, сейчас в теории выглядит, ну, крайне увлекательной, но на практике вы можете обжечься и понять, что она вам совершенно не подходит. Но прежде чем перейдем к сражению и стрима, я прошу вас еще раз нажать лайк и подписаться на канал. Ну а теперь поехали смотреть, что там, да и как. Ой, слушайте, ну, по сути, тот же самый бой, что и в предыдущий раз, только мы уже на семерочке чуть-чуть более плотный. Хотя, с другой стороны, смотрите, вот кто у нас может стадельки нам чисто раздать. По идее, орляша тоже, стадельки у нас, если в борт подкрасться, то и из орляши можно. У Таллина цитадели, я думаю, не получится так же, как и у Хиппера. То есть, ну-то вы сами понимаете, там скос, все дела. Йорк еще, ну, блин, вот получается опять три потенциальных цели, которые можно поймать, но при этом тут куча линкоров, куча злых линкоров, таких вот, как Владивосток. Вот знаете, с ними вообще что-то не хочется особо шутить на короткой дистанции. Еще есть Шокаху. Боюсь вот-вот, друзья, в этом, в этом бою реализовать корабль будет сложнее все-таки. Стоп, стоп, стоп. Вот наш единственный шанс. Вот наш единственный шанс. То есть, успеет ли зациркулировать и правильно ли мы возьмем... Ага, все, все отвратно, сразу все отвратно. И парень ехал очень медленно. О, по-моему, разгоняется. Давайте еще раз. Попытка номер два. Как говорится, два раза в одну воду не зайдешь, но в случае смеха получилось. Но без цитаделей. Все, он уходит. Сорвалась рыбка, сорвалась. А ведь это обидно. Это как раз одна из тех целей, что могли бы дать нам... Кстати, вот, заметьте, сейчас вот четыре попадания и два пробития. Вот, вот, реально, под диким, под дичайшим углом. То есть, все очень неплохо в этом плане получается с рикошетами. Так, ну, а этот момент мы, конечно, упускаем. С другой стороны, смотрите, тут терпицы сюда Чапаева подваливают. Так что не исключено, что Владик и Жора будут идти вот так вот. Или в какой-то момент начнут циркулировать. Давайте попробуем вот их вот в этот проливчик поймать. Были бы мы еще с РЛС, было бы совсем замечательно. Ну, у Фиджи, смотрите, прям стальные. Стальные нервы. Просто я на месте Владика. Владик, скорее всего, продолжит давиться. А что ему еще терять? Оп-анцы, оп-анцы. Оп-анцы, оп-анцы. Давайте отманеврируем. Внизу с самолета. В общем, болезненно. Да, нагад у нас тоже поотметил. Хотелось бы просто отсветиться, вот серьезно. В этот момент мне просто хочется отсветиться. И тут мы, знаете, как ребенок в детском мире. То есть, справа у нас есть, ну, вот вроде бы ситуация, где мы можем в борт зайти. И слева у нас примерно такая ситуация. Давайте оценим. Тут у нас Владивосток. И, ну, по сути, Джордж убегает, да. Тут вот Гнезик поприятнее выглядит. Таллин вообще хорошо. И опять Владивосток. О, Орляша. Ну, наверное, вот этот вот фланг, если честно, побеждает. Потому что Гнезик совсем упоролся. Сейчас получится ему прям вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Кстати, тактика на американцах, я часто вот на американских рейсерах, я называю ее ударил-убежал. То есть мы делаем залп из инвиза, после этого как бы на автомате думаем, что нами все заинтересовались, вон, как Владивосток, да. И вот маневрируем, и мы уже начинаем убегать сразу же после первого залпа. То есть и только вот от того, как вы хорошо реализовали свой первый залп от инвиза, будет зависеть, в общем-то, ваша эффективность. Ух! Вернут ли Кутузов в премшоп? Это вариант. Так, пошлите гнезику немножечко расскажем. Тут, я думаю, он уже не дойдет до нас, так же даже нет смысла циркулировать, просто в бортинку ему сейчас зафиндюлем. Сейчас мы сначала в носовую оконечность. То есть на тебе девяточку. То есть это половина сразу, половина урона, который мы сделали в этом бою. То есть и сейчас еще один момент, то есть просто мы его добьем. Чую еще. Нет, торпеды. Торпеды дошли побыстрее. Так, так как там Владик, мы вперед не пойдем, впереди у нас особо проблем нет никаких. Если таллинт продолжит идти вперед, мы его мочканем. Если зациркулирует на счет отступать, мы его тоже будем... Мы ему тоже дадим урон. Может не сразу, но дадим. От Владика лучше отступить. Пока решим... Пока он не решил, в какую сторону пойдет, я и не решу, в какую сторону пойдем мы. Еще залп. Жалко, что это таллинт. То есть крейсер со скосами, которые цитадели не теряет. То есть даже если в борт он закидывает... теряет да значит получается огну владик скорее всего будет выходить вон туда ну что ж поделать значит начнем пойдем вперед за юг там вот знаете я тут немного борюсь желанием просто охренеть а у нас есть и сменится да у нас есть сменится нас есть масс ну давай 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 уже уходи туда а то прямо-то не выдержу вы выскочите в борт и начнутся закидывать в оконечности просто я боюсь то что от них тоже очень-то живым не оставит после этого зациркулировать перед ним не смогу а владика быстро мы не заберем лучше когда им лучше начнем по нему стрелять когда он там отключаться ее уж он собирается давить нашего сменца это плохо это плохо потому что ну вот в этой ситуации можно было иных борт накидать я ожидал от него другого поведения этому то что он заманеврирует а он а он слушайте не это не простой агрессивненький такой ну в любом случае идем на точку надо захват уже терз не сделал мало значит должны сделать на по пути по йорку он там с либо ним когда он подставится если он подставится а если подставиться пойдем авик мочканем тоже вариант неплохой ничего себе я поражен лишь бы нам знаете не стать жертвой своих амбиций но тут понятно не будет подставляться а значит и мы не будем просто его за насчет на жире перестреляем а может и не перестреляем нас в ладик там уже приветственный замку будет сейчас убедать ничуть он не рули с носа достал это вау это неожиданный момент а давайте левую циркуляцию скорее всего если он сделал не успел скин с торпедом идем найдем пойдем найдем плоского ой как как приятно как приятно мне оказаться что как у рядом с тобой ты бы только знал о о но давай 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 ёшкин дрын а я думал он уже улетел блин это будет обидно блин это было крайне будет обидно он ведь имеется шанс меня утопить блин лучше бы пошел таранить сюда еще не туда поставил фокус как назло и и что-то вот вот она наконец-то за градочку пущу за градочку пущу сквозняки да черт вас побери сквозняки вот это тот сам момент то есть вот казино леста вот не хочет надо под под настройку попасть чтобы стаделька вот вот то есть фигачим 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 его живи живи гид фанушку живи доведем до мир огромнейшая огромнейшая тебе спасибо давай давай вот в честь этого события я сейчас вот ему попаду вот в надстроить в надстройкой под надстройкой и дам ему цитадель и чеку а пожалуйста нет я начинаю бомбить пацаны вот казино леста совершенно против меня а жуть то какая уж давно наверно фугасы бы добил бы 118 100 черта бери но может хоть разменяемся выкуси алик я слушайте немножечко даже вспотела такого боя люблю люблю такие сражения 2560 друзья мы затащили этот бой причем самое интересное что до какого-то момента какой-то момента и не было понятно что действительно ли мы сможем затащить у нас не начало не за издалось не ну блин потом мы как-то раз своей осторожной тактикой вышли в самые непредвиденные для противников в общем-то направление и сделали боль конечно с бронебойками я сам лажанул не пойму почему а так долго пришлось уничтожать авик обычно я все-таки но не знаю 33 торпида 30 тадельки вроде бы нащупал а дальше четко как-то не пошло обязательно стримером подкручивают особенно те что в изгнании ведь не забывайте я не контрибьютор и следствие у нас совсем какие-то плохие отношения так что